Дом с видом на АЗС. Чем не мечтать для молодой семьи или пожилого человека? Видимо, так рассуждали в городской администрации, когда разрешили стройку заправки в 20 метрах от этой пятиэтажки на улице Павла Большевикова. Вот только жители щедрый жест не оценили и требуют строительство прекратить. Судя по этой схеме, мы видим, что выезд будет. Вот здесь широкая дорога. Где нам людям ходить здесь? По нам машины просто будут ездить, когда мы будем здесь выходить. История этой застройки берет свое начало еще в 2012 году. Именно тогда проходили публичные слушания. Хотя публичными их можно назвать только с большой натяжкой. Жители пятиэтажки утверждают, о них никого не уведомили. На сайте администрации мы прочитали, что смежные землепользователи, коими фактически являемся мы, наш дом, были письменно уведомлены об общественных слушаниях. На самом деле ни один житель не был письменно оповещен. Это первое. То есть мы, жители этого дома, чьи интересы непосредственным образом затрагивает эта стройка, не были оповещены о начале этого строительства. С нашим мнением вообще никто не посчитался. Сейчас, когда стройка в самом разгаре, жильцы хотят хотя бы получить протокол тех слушаний. Известно только, что присутствовали три жильца дома через дорогу. Вот только дом этот не жилой. Если бы их мнение спросили, говорят жильцы пятиэтажки, они ни за что не согласились бы на соседство с АЗС. У нас, конечно, большие сомнения вообще, проводились ли эти слушания должным образом, были ли они организованы. С тем, чтобы проверить, насколько они были законно проведены. Администрация утверждает, что они были проведены законно. С этой целью мы в администрации попросили посмотреть протокол общественных слушаний. Причем эта информация является публичной, открыта буквально для всех. Так вот, эту информацию администрация нам не предоставила ни на личном приеме, значит, не предоставила, ни после нашего письменного обращения в администрацию. По нормативам пожарной безопасности положенное расстояние от жилого дома до резервуара АЗС не менее 50 метров. Не нужно быть инспектором пожарнодзора, чтобы убедиться. Здесь оно значительно меньше. Но с точки зрения застройщика, видимо, это не проблема, ведь ни дома, ни жильцов для него не существует. А здесь все показано, как будто его нет вообще, он не существует, наш дом. Такую же интересную особенность жильцы рассмотрели и на кадастровой схеме участка. Вот наш дом должен быть. Его и близко нет. Его и близко нет. Здесь у нас только указали три гаража, здесь 12. Чуть дальше вот здесь частный сектор. А у них все деревья. То есть в лесу стоит этот участок. Жильцы уверены, нескончаемый поток машин, на их подъездной дороге постоянный запах бензина и выхлопов, и страх за собственных детей. Все это ожидает их по окончании стройки. У нас нет даже тротуарных дорожек, ни детской площадки. С той стороны враг, с той стороны федеральная трасса прям притык почти к дому выходит. А нам куда? Вот будет, и они планируют, судя по этой схеме, планируют они выезд с заправки. Вот по этой дорожке, по которой мы ходим. Куда нам деваться? У нас столько людей пожилого возраста, столько детей. Мы что, должны летать? И нас никто не слышит абсолютно. А что нам делать? Надо выходить, перекрывать трассу, не давать проезда, ничего. Чиновники департамента архитектуры с такой мрачной трактовкой не согласны. Застройщик предоставил весь пакет документов. Согласно им, заправка жителям не повредит. Проектная документация, в которой было написано, что технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям норм, которые действуют на сегодняшнее время Российской Федерации. Также было предоставлено застройщикам положительное санитарно-эпилологическое заключение. Также были предоставлены расчеты, которые показывали, что воздействие за граждение не превышает. В свою очередь администрация не могла не выдать разрешение на строительство, иначе его бы разрешил суд. С документами ведь все в порядке. Куда идти и кому жаловаться, жильцы уже не знают. Надежды на справедливое решение их проблемы почти не осталось. Если АЗС не победить, то можно ли хотя бы выдвинуть свои условия? Поставить детскую площадку во дворе и посадить возле дома деревья, которые, кстати, выкорчевали из застройки. Застройщик у меня был на приеме наличным в свое время. Было обещано, что после завершения строительства площадка вокруг АЗС будет благоустроена. Тротуары и подъездные пути, которыми будут пользоваться и в том числе жители близлежащих домов, будут асфальтированы. Будут газоны озеленены, будет выполнено освещение. Даже была договоренность с ним устно, с застройщиком, что для жителей этого дома будет выполнена площадка, скамейки, чтобы было каким-то образом компенсировано, если что-то, значит, права какие-то были у них ущемлены. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.